МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает вести Ульяновска. В студии Гунары Шарипова. Добрый день. Вначале коротко о главных темах этого выпуска. Крани только горячая вода. С такой проблемой столкнулись жители домов на проспекте 50-летия ВЛКСМ. Решить вопрос без СМИ опять не получается, что выяснил наш корреспондент. Расскажем в начале выпуска. Удобно для докторов и пациентов. По Ульяновску продолжает колесить передбежной медпункт. Очередная остановка за Волжский район. Два грузовика столкнулись на президентском мосту. Один из них в момент ДТП стоял. Сотрудники полиции со всеми подробностями в нашем эфире. И начнем мы наш выпуск с ДТП, которое произошло в начале 11 вечера. Накануне на президентском мосту столкнулись два грузовых автомобиля. По предварительной информации, водитель, 50-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, совершил наезд настоящий грузовой автомобиль «ДАВ» под управлением водителя 27-летнего мужчины. В ДТП пострадали только автотранспортные средства. У них механические повреждения. Водители, очевидцы, отделались испугом. В ближнем Засвияжье, похоже, внедряют новую коммунальную услугу, причем без спроса потребителей. Однажды жители домов 9 и 11, что на проспекте 50-летия ВЛКСМ, сильно удивились, когда вместо холодной воды из крана пошла теплая. Попытка узнать, что же произошло, ни к чему не привела. И ключ к разгадке пришлось искать Эдуарду Истомину. Дом на проспекте 50-летия ВЛКСМ-11 сродни физической лаборатории. Каждый день здесь ведутся измерения, а точнее съем температурных показаний. Вот исходная температура на градуснике, 20 градусов. Включаю. Вот она уже поднимается. У Надежды Бурдаевой одна надежда. Она мечтает, чтобы из ее крана пошла холодная вода, а не теплая, как сейчас. Услуга некачественная, а деньги за ХВС взимает исправно. В пенсионерах всегда все платят первые платежи, это коммуналка. Потом уже на лекарства, потом уже на хлеб. Холодная вода – это не парное молоко, и по нормам ее температура не должна быть выше 20 градусов. Но это полбеды, потому как люди жалуются еще и на привкус. Он тоже не как у парного молока, скорее мазута. Ну а попить мы опасаемся. Воду в бутылках покупаем. А ее же не закупишь в таком количестве, как из крана мы пользуемся. Отравимся мы этой водой или нет? Мы же ее пьем, мы с нее готовим. Первые жалобы от людей словила управляйка. Некоторые жители предполагают, что плохо работает задвижка в подвале, и после промывки труб горячая вода попала в систему ХВС. Или они просто забыли закрыть ее, или просто она не держит. Поэтому горячая вода передавливает холодную воду, и она попадает в наши краны. Управляйка божится, что задвижка исправна. Более того, договоры на ХВС у людей не с ней, а с водоканалом. Только за август управленцы, помогая собственникам, направили в его адрес пять жалоб. Где-то здесь, скорее всего, с трассы горячей воды, вода попадает в камеры водоканала. И вода идет подогрета в связи с этим. С письмами в водоканал дело, похоже, не выгорело. А еще начался футбол с классической многоходовкой плюс игрой в стенку. Жалобу людей футболили куда только могли. Водоканал, например, отвечал так. Вычлась, березы упали. У нас откуда в водоканале горячая вода? Нету. В теплосети отвечали. Они, что вы нам звоните, звоните в водоканал. Круг замкнулся. Люди обратились в СМИ. Выяснилось, что ситуацию толком никто не изучал. Обследование сетей не проводили. А зачем считает водоканале? Ведь у них тоже все в ажуре. Я не хочу перекладывать на свои плечи эту проблему. Так как зачастую эта проблема все-таки заключается в управляющей компании во внутридомовых сетях. К сожалению, у нас сейчас много аварийных ситуаций. Люди все заняты. И по мере высвобождения будет направлена бригада для обследования. Жители домов готовят вопрос клубу «Что, где, когда» по поводу горячего ХВС. Скоро осенние игры, и люди знают, что знатоки от них не отмахнутся. И ответят правильно за одну минуту, да еще без помощи клуба. Эдуард Истомин, Александр Рассохин. Вести Ульяновск. Сотрудника Ульяновского института гражданской авиации и представителя коммерческой организации осудили за мошенничество. По информации регионального УФСБ, работник ВУЗа, будучи членом закупочной комиссии, давал указания специалистам службы спецтранспорта института закупать на электронных аукционах ряд дорогостоящих запасных частей, которые при этом не подлежали использованию. Фигурант принимал от поставщиков детали, не соответствующие тех заданию, но более дешевые по стоимости. Ущерб, который за умышленники нанесли институту, составил больше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 130 и 150 тысяч рублей соответственно. Кроме того, суд определил полностью взыскать с фигурантов материальный ущерб в пользу учебного заведения. Приговор вступил в законную силу. Спецтехника Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области готова к зимнему сезону. Специальная комиссия проверила исправность каждого служебного автомобиля. Особое внимание санитарному и техническому состоянию автотранспорта. Он готов к работе, если полностью исправны средства охраны, связи, кондиционирования. В каждой машине должны быть огнетушитель и аптечка для оказания первой доврачебной помощи. Смотр показал все авто, а их у ведомства несколько десятков готовы к работе. А значит и сотрудники УФСИН смогут выполнять свои трудовые обязанности в любую погоду. Доктор едет к пациенту. В поселке Мостостроителей Заволжского района побывал передвижной медицинский пункт. Не выезжая в больницу, жители микрорайона смогли сделать флюорографию, проконсультироваться с врачом по поводу своего здоровья. Здесь же проводилась вакцинация от гриппа, что весьма актуально в начале осени. Медики считают, что доверительные отношения с пациентами при оказании помощи позволяют значительно улучшить результаты лечебно-диагностического процесса. Пациенту благодарны, что мы им уезжаем, мы им помогаем. Но я думаю, что это очень удобно и для нас, и для пациентов. Здесь у нас еще есть ФАП. Мы измеряем внутриглазное давление, артериальное давление, измеряем кровь, сахар, холестерин. За полдня работы передвижного медпункта его посетило несколько десятков жителей поселка. В основном пожилые люди. Как и во время приема в стационарной поликлинике, медики терпеливо консультировали пришедших, при необходимости убеждали в плюсах прививок. Прививку делась, да, прививку, потому что я коронавирусом переболела, поэтому я боюсь. Это очень удобно. Во-первых, в поликлинику нужно записывать, стоять в очереди, а здесь подошел, никуда ехать не надо. Все сделал, что нужно. Выездное мероприятие посвятили Дню безопасности пациента, его отмечают в середине сентября, но подобные выезды в жилые микрорайоны, особенно отдаленные от лечебных учреждений, будут проводить постоянно. Добро профтех программа с таким названием дала возможность сотням студентов, участникам полуфинала конкурса «Большая перемена» стать частью мастер-классов и благотворительных акций. Состязание не только соперничество, но и дружба, поэтому, объединившись в Ульяновске, студенты из разных городов страны делали добро для защитников Родины, сами постигая азы новых профессий. Подробности в следующем материале. Мы сегодня делаем пряники для наших военных, кто сейчас находится в зоне СВО. Достаточно полезный мастер-класс, потому что мы пробуем, мы чему-то учимся новому, а польза получается для всего, для всех. Более 60 студентов колледжей и техникумов из Приволжского, Южного и Северокасказского федеральных округов в полуфинале масштабного конкурса «Большая перемена» встретились на кухне. Сегодня никакого соперничества, наоборот, союзничества ради благого дела. Ингредиенты выпечки – мука, масло, сахар, но самый главный компонент. Я думаю, что, наверное, это все-таки частичка любви, с которой мы готовим это. И пусть им это будет в помощь. Соблюдать пропорции, замешивать и распределять тесто по формам учат квалифицированные педагоги техникума и его студенты. Передают опыт тем, кто с кулинарией сталкивается впервые. Один из таких – Богдан Суровов из Астрахани. Активист и молодой талант раскрыл способности во многих направлениях благодаря конкурсу. Большая перемена мне дал замечательных друзей из разных регионов страны, дал возможность показать себя. Вообще, очень сильно благодарен этому конкурсу. Это незабываемая эмоция, самый главный опыт. Дай Бог, на следующий год я попробую еще раз себя. Новые навыки, знания и возможности – это то, что дает конкурс «Большая перемена». На протяжении полуфинала, проводимого в Ульяновской области, 800 конкурсантов вместе с экспертами постигали новые профессии практически во всех техникумах и колледжах региона. Впереди финал, но главные призы у конкурсантов уже есть. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Оренбургская область! Петерская область! 21 субъект Российской Федерации, более 60 мастер-классов, десятки педагогов и 100 волонтеров, помогающих организовать дебютный для Ульяновской области полуфинал. Как отмечают федеральные эксперты, у региона все получилось на оценку «отлично», в том числе благодаря поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Да, ребята посетили профильные мероприятия, промышленные объекты города. Многие, как мне рассказали, захотели остаться и уточняли, где находятся отделы кадров. Я думаю, что это один из основных результатов, это основная ценность. Я уверен, что все вы получили удовольствие. Получили удовольствие от общения друг с другом, получили удовольствие от общения с экспертами. Мы вам такую возможность предоставили. От экскурсии, которую вы здесь провели. Я думаю, что вам обязательно захочется сюда еще и еще раз приехать. От Ульяновской области представлено 9 проектов. Например, наш регион – это место, где проходит масштабный международный кинофестиваль от всей души. У нас же размещается объект всемирного природного наследия – геопарк Ундория. В Ульяновске можно посетить уникальный музей ретро-мототехники. Наш музей, вы знаете, он несет духовную составляющую. Это определенная связь, связь поколений, времен поколения людей, выросших в СССР и новая. То есть для людей старшего поколения наш музей является своего рода как путешествие на машине в время прошлое. То есть получается как момент ностальгии. Ну а для молодого поколения им тоже интересно посмотреть, на какой технике ездили их, скажем, родители. Остальные достижения, представленные на портале, связаны с туризмом, предпринимательством и промышленностью. Оставить голос за лучший, по вашему мнению, проект можно до начала международной выставки форума. Она состоится в ноябре на ВДНХ. Расглядеть портрет деда приехали дочки и внучка, герои работы рук великого мастера кисти. В музее Аркадия Пластова посетили потомки семьи Шарымовых. Их отец и дед тот самый конопатчик Михаил Семенович Шарымов, который в 1951 году позировал живописцу. Гости делились воспоминаниями об Аркадии Александровиче Пластове. Жизни в Преслонихе узнавали на картинах односельчан и даже самих себя. Валентина Михайловна, дочь Михаила Шарымова, к примеру, увидела себя на картине Пластова «Мама». В эту пятницу, 22 сентября, об истории рода Аркадия Пластова, его отце, родственниках и их жизни, в Преслонихе расскажет Государственный архив Ульяновской области. Эта выставка посвящена 130-летию художника. В Оренбурге завершилась военно-спортивная «Зарница Поволжья». Масштабный проект проходит в ПФО в десятый раз. Победителем соревнований стала команда из Нижнего Новгорода, но и ульяновцы отличились. Сборная нашего региона стала лучшей в номинации «Основы безопасности жизни и деятельности» и заняла второе место в тактической игре на местности. 180 юношей и девушек в составе лучших команд из 14 субъектов ПФО и новых территорий Российской Федерации. В этом году список участников расширен, дисциплины те же. Ребята показывают себя в разных видах спорта. Одни бегут быстрее всех, другие болеют громче остальных. Третьи за считанные минуты экипируются в броню и противогазы и за секунды собирают и разбирают автоматы, демонстрируя навыки боевой готовности. На протяжении пяти дней юноармейцы бегали, стреляли, метали гранаты, плавали, проверяли эрудицию. За это время познакомились с настоящими армейским бытом и интересными людьми. Зорница традиционно проходит под патронатом полномочного представителя президента России Игоря Комарова и собирает почетных гостей со всей страны. Вы первые, вы уникальные и вы победители. Вы представляете нашу страну и вы являетесь потомками великих людей, великой истории. И каждый из вас это должен знать, понимать и быть последователем. На церемонии закрытия и вручении наград все ребята демонстрировали строевой шаг. Это тоже отдельная дисциплина военно-патриотической игры. В день закрытия окружного финала участники Зорницы встретились с бойцами СВО. Военные поделились фронтовыми историями. Ребята получили ответы на интересующие вопросы. А на торжественной церемонии увидели, как работает отряд специального назначения и погрузились в историю побед русского народа от общества «Пересвет». Скажем спасибо Оренбургскому президентскому Казетскому училищу. Потому что именно здесь, на территории этого училища, которое появилось первым в стране, прошла церемония закрытия. Вместе с тем, здесь двери для вас точно только открыты. Ну а теперь я вынужден это сказать. Окружной финал юно-орвейской военно-спортивной игры Зорница-Поволжья подошел к концу. Победителем в общекомандном зачете стала сборная Нижегородской области. Ульяновские ребята привезли с Зорницы-Поволжья награду в номинации «Основы безопасности жизни деятельности» и заняли второе место в тактической игре на местности. Ксения Грищенко, Вести, Ульяновск. И о спорте. Соревновательный сезон стартовал у бодибилдеров. Он не продолжительный, но весьма интенсивный. Региональные турниры сменяются окружными. Финальную точку ставят на чемпионате России. Впервые его примет Ульяновск. Следующий материал о том, как к домашнему старту готовятся наши атлеты. Тяжелые силовые тренировки остались в межсезонье. Соревновательный период в основном кардио и поддержка набранной формы. На днях ее оценят судьи турнира. В Самаре пьедестал чемпионата Сурского края уже покорен. У меня 47 лет. Я выступаю по ветеранам. Но так как в нашей межрегиональных соревнованиях таких нет, они не проводят. Была абсолютная категория. То есть я выступал наравне со всеми. Он стал третьим. Он уступил более молодым спортсменам. И на чемпионате России у него будет отдельная категория. То есть более возрастная мастера. Соперники в ней бодибилдеры из 76 регионов России. Ждут гостей и из дружественных стран. За три дня сильнейших определят в 16 основных номинациях. У нас также будет представлено бодифитнес. Это Оксана Чуп. Она многократная чемпионка и призерка чемпионатов России. С Димитровграда в бодифитнесе будет Оксана Галацкого. Будут девочки фитнес-бикини. Довольно-таки большое количество. Это спортивный конкурс красоты. Мой уже третий сезон будет в категории фитнес-бикини. И, конечно, меня переполняют эмоции, что здесь смогут и друзья, и знакомые посмотреть, прийти поболеть. Сейчас усиленно готовлюсь к Самаре в эту субботу. У нас будет чемпионат в Самаре, потом через две недели в Казани. И еще через две недели чемпионат России уже в Ульяновске. Он стартует уже 12 октября в Волго-спорт-арене. Гульнара Шарипова и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok